Нож отполирован. Рисунок переведен на кожу. Кожа правильной влажности. Начинаем вырезать контур. Нож двигается на себя. Мы поворачиваем его большим и средним пальцем, а указательным прижимаем и регулируем глубину прорези. Глубина должна быть около 1 третьей толщины кожи. Нож держим вертикально, не наклоняем его ни влево, ни вправо, но отклоняя его от себя, чтобы своим острым он разрезал и раздвигал кожу. После того, как весь контур прорезан, мы возьмем штамп, который называется бевелер. Бевелером мы пройдем вокруг всей линии контура для того, чтобы выделить рисунок, сделать его объемным. Во время работы с этим штампом его нужно держать вертикально и плавно передвигать, то есть вести. Рука с киянкой должна не висеть в воздухе, а стоять на столе. Удар производится кистью. Нужно стараться сохранять одинаковую силу удара. Чтобы полоска кожи во время работы не двигалась по столу, ее прижимают мешочками, наполненными песком или свинцовыми шариками. Я пользуюсь спортивными утяжелителями. Нужно следить за ритмом. Можно работать под музыку, ритм которой подходит к вашей частоте ударов. В то время, когда одна рука ритмично ударяет по штампу, другая рука двигает этот штамп с одинаковой скоростью. При этом отдельные отпечатки сливаются в единую сплошную линию. Сила удара киянки должна быть такой, чтобы отпечаток, оставленный штампом, оказался темнее кожи, которая находится вокруг этого места. Это происходит из-за того, что волокна кожи спрессовываются, и масло или жир, который находится между ними, выступает на поверхности. Однако это произойдет лишь в том случае, если кожа достаточно влажная. Если же она слишком сухая, волокна не будут спрессовываться. Если кожа слишком влажная, печать будет отскакивать от нее, как от резины. Идеальная влажность кожи достигается тогда, когда из нее испаряется лишняя влага, и цвет ее начинается возвращаться к первоначальному. Есть еще один способ определить правильную силу удара на коже не слишком толстой, до 5 унций. На такой коже бевелор оставит отпечатки не только на лицевой, но и на обратной стороне. Если вы перевернете кожу и посмотрите на обратную сторону, вы увидите там отпечатки от бевелора, которым вы прошли вокруг контура. Чтобы выделить рисунок, чтобы сделать больше контраст между ним и фоном, мы пройдем по всему фону бэкграундером. Чтобы несимметричные отпечатки были более несимметричными, после каждого удара бэкграундер можно немножко поворачивать. После обработки штампами кожа становится более жесткой. Также она станет еще более жесткой после того, как мы используем морилки или краски на ней. Чтобы вернуть коже мягкость, ее нужно смазать маслом. Она впитает это масло и станет мягче. Поэтому мы смазываем маслом животного происхождения, которое называется Ницфуд Оил. После этого ждем от 12 до 24 часов, чтобы оно впиталось. Продолжение следует... Продолжение следует...